В Хабаровском районном суде выслушала приговор 33-летняя хабаровчанка, которая убила своего сожителя и напала на участкового. Вино в особо тяжком преступлении фигурантка не признавала, дело рассматривалось с участием присяжных. Убийство произошло в августе 2021 года в СНТ-Строитель, которая находится неподалеку от железнодорожной платформы Садовая. Подсудимая периодически ночевала здесь со своим 35-летним кавалером. По словам соседей, застолье у хозяина и его гостей началось чуть ли не с самого утра. В итоге высокоградусные посиделки вышли за рамки уголовного кодекса. Сожители начали ссориться на почве ревности. Дама начала бить мужчину руками и ногами, а потом воткнула ему в грудь нож. Всего она нанесла бойфренду 23 удара. Один из дачников рассказал, что женщина заходила к нему примерно за час до того, как к дому приехали полицейские врачи. Она заметно нервничала и попросила угостить сигаретой, после чего ушла. Я уже потом слышал, что там типа он холодный. Ну вот там это вот. Слышно же? Когда отсюда я посмотрел, что все уже. Ну и она там кричала. Она была пьяная. Сотрудники полиции задержали женщину на месте. Бежать она не пыталась. Фигурантка не отрицала, что ударила сожителя ножом, но выставляла это как самооборону. Осужденная своими собственными руками оставила следы на своей шее, похожие на удушение. Следователю она пояснит, что сожитель накинулся на нее и душил проводом от удлинителя. А в перерыве между потерей сознания ей удалось найти нож и нанести ему ножевое ранение. Однако государственное обвинение данную версию полностью опровергло. Другое преступление, а именно применение насилия в отношении полицейского, женщина совершила в январе прошлого года на пятой площадке. Она напала на участковую, которая пришла в общежитие разобраться с конфликтом между жильцами. Участница потасовки повела себя неадекватно. Подсудимая ударила офицера по лицу и угрожала поджечь ее волосы зажигалкой. Свои действия фигурантка объяснила алкогольным опьянением. Женщина не первый раз применяет насилие в отношении полицейского. Присяжные вынесли обвинительный вердикт. В колонии общего режима женщине придется провести 10,5 лет. С места происшествия Анастасия Привецкая, Анастасия Манина и Андрей Алферов.